Только души, которые восприняли Духа и небесы, напоенные сладостью, возрастают. Говорите, что вы грешники, оплакиваете все состояние нерадения вами наделанное. За это благоволение Господу будет с вами и будет действовать в вас. Ибо Он благ и отпускает грехи всех, обращающихся к Нему. Кто бы они ни были, так, кто не помянет об них боли. Однако же Он хочет с тобой те, помилованные, сами помнили о прощении грехов своих, доселе и соделанных, чтобы, забыв о том, не допустить чего в поведении своем такого, из-за чего принужденный был дать отчеты в тех грехах, которые были уже им прощены. Как это случилось с тем рабом, которому Господин отпустил весь долг, которому он был должен ему. Ибо когда забыл об этой милости, он неправильно поступил с рабом своим, Господин потребовал от него весь бывший на нем долг, уже отпущенный было ему, за то, что он не жалялся над царабом своим и не отпустил ему ста динариев, суммы ничтожные, сравнительно с той, которая была ему самому отпущена. Посмотрим на Давида пророка. Когда после того, как он согрешил с женой Урии, пророк Нафан обличил его за это, и за то, что он сделал с мужем ее, он, выслушав обличение, тотчас раскаялся и смирился. Почему пророк Нафан сказал ему, уже отпустил тебе Бог грехи твои. Но Давид, получив отпущение грехов, не забывал об них, и память об них предал потомству. Это сделано в память всем родам из рода в род, научу беззаконных путям твоим. Говорит он, чтобы все грешники научились из примера его, подобно ему, каяться во грехах твоих, и не забывать о них, когда они будут прощены, но всегда помнить. Подобное сказал сам Бог через пророка Исаию. Я есть заглаждающие грехи твои и не вспомяну. Ты же помни, Исаия 43, 25. Сказал он также через пророка Иеремию. Обратитесь ко мне, дом Израилев, и не отвращу от вас лица моего, ибо милостив я и не прогневаюсь на вас вовеки. Иеремия 3, 12. Таким образом, когда Господь отпускает нам грехи наши, мы должны не отпускать их себе самим, но всегда помнить о них через непрестанное возобновление раскаяния в них. Славно духовное подвижничество, и много у него противников. Кто хочет быть совершен в нем, тот не должен быть работа ему к чему-либо худому. Кто рабствует чему-либо худому, тот далеко отстоит от предела совершенства. Господь наш Иисус Христос по непостижимому смирению Своему покрыл Божество Своё человечеством, так что все смотрели на Него, как на человека, тогда как Он был не человек только, но Бог, вот человечившийся, как написано, и Слово стало плотью и обитало с нами. Однако же Господь не стал вне Своего Божества через Своё воплощение, которое было Ему необходимо для устроения нашего спасения. Многие по глупости своей говорят, мы также видели Господа Иисуса Христа, как и апостола. Между тем, как они состоят в самообольщении, прелести и отчаянии имеют, чтобы видеть Господа, как видели его апостолы. Апостол Павел видел Господа, как видели его апостолы, которые были с ним, и которые уверовали в Него, в то время, когда он ходил по земле, будучи окружен толпами, смотревшими на Него, как на человека. Когда кровоточив, увидев его очами, сердце уверовало, что он есть Бог, и с верой прикоснулась к краю одежды, и вот тотчас избавилась от болезни. Он спросил, кто прикоснулся ко мне, не потому, чтобы не знал, но потому, что хотел обнаружить веру в Её. Хотя апостол Петр говорил, народ угнетает тебя, притесняет, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но та сама открылась и исповедовала, как исцелела. Тогда Господь сказал ей, иди, вера твоя спасла тебя. Видели Господа и Пилат, и Анна, и Каяфа, но видели, как и прочая толпа, которая смотрела на Него без веры, а не так, как смотрели на Него апостола. Почему никакой не получили пользы от того, что видели Его? Но апостол Павел видел Его очами сердца своего и своей сильнейшую верою, как видел Его кровоточивое, коснувшееся Его с верою исцелевшее. Когда пристает в человеке царство греха, тогда является душе Бог и очищает её вместе с телом. Если же царство греха живет в теле, то не может человек видеть Бога, ибо душа его находится в теле, и не имеет места в ней свет, который есть в видении Бога. Давид говорит, «Во свете Твоем узрим свет». 35.10. Что же это за свет, в котором видит человек свет? Это тот свет, о котором упоминает Господь наш Иисус Христос в Евангелии, то, что весь человек был светел, и не было в нем никакой одной части темной. Господь так же сказал, «Никто не знает Отца, только Сын, и кому Сын благоволит открыть». Сын же не открывает Отца Своего Сынам тьмы, но тем, кто пребывает во свете, Иисус Сын и Света, который хочет сердечное, просветил Он познанием заповедей. Пишется в Псалме, «Пройду в место селения Дивного, даже до Дома Божия» в Салум 41.5. Это «пройду» означает дальнейшее прохождение и показывает нам на совершенный возраст души, ибо тут она уже приблизилась к Богу, тогда как прежде путь Ей был еще очень отдален от Бога. Не будем дивиться, что путь наш очень отдален, потому что мы еще находимся в духовном детстве. Видим, что и великому оному пророку Ильи было сказано, «Стань, ешь, пей и укрепись, ибо долгий путь пред тобой». А он шел в Боговидение. Об этой же самой долготе сказал и Давид, «Кто дал бы мне крылья, как голубя, и улетел бы?» Почему должно путь Тей проходить не с небрежением, расслаблением и леностью, но со вниманием и рвением? Учитель Вселенной Павел советует нам, «Итак, бегите, чтобы получить», говорит при том, «Умершляй и порабощай тело». Течем же, пока имеем время в этом теле, да достигнем совершенства, как достиг его сам Святой Павел, который говорит, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Как тело, пока в нем бывает душа, проходит три возраста, именно юность, мужество и старость, так три же возраста проходит и душа, сокрыта в теле, именно начало веры, преуспеяние в ней и совершенство. В первом, когда начинает душа веровать, она рождается во Христе, как говорится в Евангелии. Святой апостол Иоанн дал нам признаки как этого новорождения, так и среднего состояния и совершенства. Как сказал, «Писал я к вам юноши, писал к вам дети, писал к вам отцы». Так писал не к плотским своим друзьям, но к верующим, изображая три состояния, которые проходят стремящиеся в духовную область, чтобы достигнуть совершенства и удостоиться полной благодати. Возлюбивший жизнь духовной должен подражать чистоте и воздержанности Иосифа, должен начать упорядочивать себя созерцанием и вооружаться против всех худых похотей, сильной поддержкой хитрого врага, говоря о нем словами Иова. Вот крепость его на чреслах, его осила его на пути чрева. Посему всякий подвижающийся и вооружающий против всех плотских похотей, кое обычно возбуждается излишней пищи и питьем, должен припаяться чресла своим строгим воздержанием, чтобы устоять в чистоте. Пишется, что ангел, боровшийся с Яковом, сжал крепко жилу, стигна его, отчего и увяло ослабло плоти его, и он назван Израилем, то есть видящим Бога. Равным образом и нам, надо бы увядшим сделать тело свое для того, чтобы умертвить и погасить похоть. Ибо увядание плоти дает нам возможность зайти до совершенства, добродетели, чистоты. Душа бывает крепко, когда тело измождено. Итак, утончим тела свои, чтобы иметь силу держать себя в порядке. Ибо если мы поработим тело и отдадим его в рабство души, то плотские помышления, любовь к которым есть вражда к Богу, умертвляемы будут через умертвление плоти. Тогда просветится душа и соделается храмом Богу. Кто старается быть чистым во всех членах своих, тот истинно духовный подвижник. И он-то есть обучивший все чувства свои и не позволяющий им властвовать над собою, но сдерживающий их и подклоняющий под их Господня великою чистотою. Он не позволяет отчам своим видеть что-либо худое или взирать с вожделением на жен, не позволяет ушам своим слушать пересуды или дьявольские советы и влагаемые дьяволом помыслы, на уста свои налагает печать, языку своему не дает воли говорить пустые речи. Руки свои простирает он в делании прекрасных дел, милосердия и скомоществования. Ноги его скорны на исполнение слов Господу. Если кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Чрево свои и перси держит он так, чтобы из-за них не пасть и не начать ползать по земле, подобно змее, ползающему на чреве и перси их своих. Таков, братья, образ жизни подвижника. 51. Всякий, желающий быть истинно духовным подвижником, должен стараться держать себя вдали от шумного многолюдства и не приближаться к нему, чтобы быть и телом, и сердцем, и умом вне смятения и круговращения людского. Ибо где люди, там и смятение. Господь наш показал нам образец удаления от людей и уединения, когда один особо сходил на гору для молитвы. В пустыне также победил он и дьявола, дерзнувшего вступить с ним в борьбу. Конечно, он не был бессилен победить его среди многолюдства, но он сделал так, чтобы научить нас, чтобы в уединении безмолвии удобнее «Можем мы победить врага и достигнуть совершенства». Также славу своей Господь не показал ученикам своим среди людей, но он развел на гору и там показал им славу свою. Иоанн Претепча также был в пустыне до дня явления своего Израилю. В мире врагу удобнее теснить нас своими орудиями и внешними, и внутренними, там привлекая к себе некоторых людей, как пособников и подручников ему послушных. Он при посредствии их ведет брань против верных. Какая-нибудь женщина бесстыжа бывает у него очень сильным оружием, широко распростирая областительные сети свои. И Зекииль, когда видел четырех животных, которые имели по четыре лица, и все показывали славу Божию, не был в городе или в селении, но вне, на поле. Ибо Бог говорит ему, «Выйди на поле, и увидишь славу мою». И вообще, такого рода видения и откровения не иначе показывали были святым, как на горах и в пустынях. Пророк Иеремия, так же зная, как угодно Богу уединение, сказал, «Благо есть мужу, когда возьмет он ерем от юности своей, и будет сидеть наедине и умолкнет». Плач Иеремии 3, 27. Он же опять хорошо зная, как много вреда человеческие молвы приносят тем, кои хотят угодить Богу, не удержался, чтобы не сказать, «Кто даст мне в пустыне обиталище последнее? И оставлю людей моих, и отойду от них». 9, 2. Так же Илья, пророк, сподобился получить пищу от ангелов, а это было не среди толпы народной, не в городе или в селе, а в пустыне. Все сие и подобное, бывшее со святыми, написано для убеждения нас подражать тем, которые любили уединение, потому что оно и нас может привезть к Господу. Почему старайтесь утвердиться в нем, как должно, чтобы оно привело вас к видению Бога, которое и есть самое духовное созерцание. Хочу сказать вам и то, чему подобна душа, в которую вселился огонь Божий, подобна двухкрылой птице, в горе возносящейся по небесному воздуху. Из всех тварей, только птицам свойственны крылья, как их особенность. Крылья же души, Богу повинующийся, суть устремления огня Божия, коими она может воспарять горе, к небу. Если же она лишится сих крыльев, то не в силах будет возвышаться горе, как непричастная того огня, горе возносящего, и станет подобной птицей, лишенной своих крыльев, которая потому летать не может. Сверх того, душа человека похожа на птицу еще в том отношении, что теплота есть причина рождения птицы на свет, ибо если птица не будет нагревать, насиживать яйца, то из них не выведутся живые птенцы, потому что они не могут иначе возбудиться к жизни, как посредством теплоты. Так и Бог, объемно и согревая души, ему покорное, возбуждает их к жизни духовной. Он разумеет таким образом, что душа к Богу прилепившаяся, и ему покорное, подобно птице, кое источник существования есть теплота. Никак не допускайте себе лишиться силы огня сего. Знайте, что за этот огонь от Бога вам даруемый, уготованы вам от дьявола многие брани, чтобы вас лишить этого. Иван хорошо знает, что пока есть в вас огонь этот, он одолеет вас, одолеть никак не может. Противьтесь дьявола, вы старайтесь распознавать его козни. Он горечко и обычно скрывает под видом власти, чтобы не быть открытым. И устрояет разные призрачности, красное на вид, которое, однако, на деле совсем не то случилось, чтобы обольстись сердца ваших хитрым подражанием истины, которая достойна привлекательной. К этому направлено все его искусство, чтобы всеми силами противиться всякой душе, добро работающей Богу. Многие разные влагают он страсти в душу для погашения в ней божественного огня, в котором вся сила, особенно же, борет покоем тела и тем, что с этим соединено. Когда же увидит, наконец, что всего подобного остерегаются, ничего не принимают от него и никакой не подают надежды, чтобы когда-нибудь послушали его, отступает от них со стыдом. Тогда вселяется в них Дух Божий. Когда же вселится в них Дух Божий, то дает им покойными быть или покой вкушать во всех делах их, и сладким соделывает для них несение иго Божия, как написано в Евангелии, и найдете покой душам вашим. Хотя они взяли и несут его иго на себе, тогда становятся они неутомимыми как в опытах добродетелей, так и в исполнении послушания и в ночных бдениях. Не гневаются при человеческих напрасненных и не боятся никакого ни человека, ни зверя, ни духа, потому что радость Господня с ними пребывает день и ночь, оживляет их разум и питает их. Этой радостью возрастает душа и является годной на все или совершенной, и ею восходит на небо. Видим, что дитя растет, принимая сначала молоко матери, потом другую какую-то пищу, наконец и всякую, какую обычно питаются все люди. Так оно крепким становится, мужает, и сердце его смело встречает врагов, если не хотят напасть на него. Но если схватить его в детстве, какая-либо схватит болезнь, то питание его и укрепление не бывает успешно. Оно выходит слабым, всякий враг одолевает его и побеждает. Наставление святого отца нашего Антония Великого. Наставление святого Антония Великого. Страница 46. Пункт 54. Чтобы ему стать здоровым и получить силу одолевать врагов, нужно попользоваться пособием и попечением опытного врача. Так и душа человеческая, если нет в ней Божьей радости, бывает слабо, и многие приемлят раны. Если она постарается найти себе какого-либо человека Божия, служителя, искусного в духовном врачестве, и к нему прилепится, то он прежде исцелит ее от страстей, потом воскресит и научит ее, как при помощи Божьей получить радостью, которой есть ее пища. Тогда-то она воспротивится врагам своим, которые суть духи злые, и их одолеет, и советы их потопчет, и совершеннейшие еще возрадуются радостью. Берегитесь советов злого дьявола, когда придет он в виде правдоречивого, чтобы простить вас и весть в обман. Хотя бы он пришел к вам в виде ангела светлого, не верьте ему, не слушайтесь его. Ибо тех, которые верны, он обыкновенно очаровывает привлекательной видимостью истины. Несовершенный не знает эти хитрости дьявола и того, что постоянно он влагает им. Совершенный же знает, как говорит апостол, для совершенных пища твердая, ибо чувствам навыка они приуслены к рассуждению добра и зла. Евреям 5.14 Этих враг не может обольстить, но верных, которые мало себе внимают, удобно прельщает он своей сладкой по виду затравою и уловляет их, подобно тому, как рыболов уловляет рыбу, прикрывая острие удочки затравою. Рыба не знает, что этой затравой прикрыта удочка, потому подплывает, проглатывает затравой и тотчас попадается в плен. Если бы рыба знала, что этой затравой она будет поймана, без всякого сомнения, не приблизилась бы к ней, обижала бы от нее. Равным образом и несовершенных верующих, как мы сказали, уловляет враг и по причинам совершенно сходным. Как говорит Соломон, те, которые думают, что пути их правы, но конец их погибель ада. Притча 16.25 Написано также у порока Амоса. Что ты видишь, Амос? Он ответил сосуд. Тиньота, сети, Тицелова. 8.2 Птица из страха быть полной на земле летает по воздуху и строит себе гнездо для отдыха и сна в самых высоких местах. Там она спит беззаботно, зная, что никто не может достать или поймать ее. Но известно, как ухитряется обмануть ее птицелов. Приходит к тому месту, растилает синьота и поступает на виду семена этой пищи. Сманывает он птицу с той высоты. Она слетает и попадается в лов. Подобным образом делает и дьявол, улавляя несовершенных христиан своими хитростями, не дергая их своей высоты. Так он действовал, когда прикрылся змеем и сказал Еве, «Нет, не умрешь, но в день, в который вкусите, откроются глаза ваши и будете как боги». Услышав эти слова, Ева склонилась к нему сердцем и думала, что тут истина, потому что не рассудила о том, как следует. «Но когда вкусила сама и дала вкусить Адаму, тогда вкусилась с ними в великое несчастье, они пали оба со своей высоты». Таким же образом поступает дьявол и с несовершенными христианами, когда, не зная, как различить доброе от худого, следуют они своим склонностям, довольствия своим суждениям и мнениям. «Когда отцов своих совершенных, умеющих верно различать добро и от зла, не спрашивают, а следуют желаниям своего сердца, думая, что они и сами достигли уже совершенства и получили благословение отцов своих». Таковы, подобно тем птицам, которые построили свои гнезда высоко, но слетели на землю, попались в сети Тицелова и были пойманы. Подобное всему случается с ними, потому что самоуверенность, они действуют всегда по влечению сердца своего, и исполняя свои желания, слушая отцов своих, и не советуясь с ними. Поэтому дьявол устрояет им видения и призраки и наднимывает их сердца гордыни. Иногда дает им сны ночью, которые исполняет для них днем, чтобы в большую погрузить их прелесть. Этого мало. Он иногда показывает им свет ночью, так что светлым становится место, где они. И многое такого вот он делает. Делает даже будто знамения. Все это он делает для того, чтобы они относительно его оставались спокойными, думая, что он ангел, и принимали его. Как скоро они примут его в этом смысле, он не извергнет их с их высоты по причине духа гордости, который ими овладевает. Старается он держать их убеждение, что они сделали с великими и славными в духе боли многих, и не имеет нужды обращаться к своим отцам и слушать их. А они, по Писанию, в самом деле блестящие грозды, но не зрелые и терпкие. Наставления отцов им тяжелы, потому что они уверены, что сами знают уже все. Твердо знайте, что не преуспеть или возрасти и сделать совершенными вы не можете. Не уметь верно различать добро от зла вы не будете, если не будете повиноваться отцам вашим. Отцы наши сами так поступали, повиновались отцам своим и их наставления слушали, а оттого преуспели, возросли и делали стами учителями, как написано в премудрости сына Сирахова, не отступая от повести старцев, ибо они этому научились от отцов своих. 8, 11 Итак, вы должны подражать тем, которые покорны были отцам своим и их во всем слушались, и которых отцы при помощи Божией научились всему, чему сами научились у отцов своих, и что предали сынам своим покорным. Так Исаак слушал Савраама, Яков Исаака, Иосиф Якова, Елисей Ильи, Павел Анания, Тимофей Павла. Си и сей, подобно им, слушались отцов своих, исполняли воли их, и следовали их советам. Оттого познали истину, научились правде, и, наконец, подобились Духа Святого. И стали таким образом провозвестниками истины во всем, как написано у Иезекииля Пророка. Стража дал я тебя Дому Израилеву, чтобы слышали слово от уст моих, и ты воспрещал им от меня. Итак, если желаете преуспеть и полнее возрасти, сделать все невозмутимым, и сердцу своем, и в чем-нибудь, ни в чем посмеянными, от дьявола повинуйтесь отцам своим, и слушайтесь их во всем, и вы не падете вовеки. Укажу вам дело, которое одно делает человека твердым, в добре, и бледет его таким от начала до конца. Именно любите Бога всей душой вашей, всем сердцем вашим, всем умом вашим, и ему и одному работайте. Тогда Бог даст вам силу великую, радость, и все дела Божии станут для вас сладки, как мед, все труды телесные, умные занятия, бдения, и все вообще, иго Божие, будет для вас легко и сладко. Полюбив, впрочем, своих людям, Господь посылает иногда на них противности, чтобы не величались, но пребывали в подвиге, и они испытывают вместо мужества отяжеление и расслабление, вместо радости печаль, вместо покоя тишины волнение, вместо сладости горечь, многое другое подобное бывает с любящими Господа. Но борясь с этим и побеждая, они более и более становятся крепкими. Когда же, наконец, они совсем все это преодолеют, тогда во всем начнет быть с ними Дух Святой, тогда не станут они более бояться ничего худого. 58. Дух Святый непрестанно веет благоуханием приятнейшим, сладчайшим и неизъяснимым для языка человечества. Но кто знает себе приятность Духа и его сладость, кроме тех, которые удостоились того, чтобы Он вселился в них. Дух Святой вселяется в душах кающихся, не иночеках после многих трудов. Много подобного видим мы и в мире всем. Камни, например, драгоценные, иначе не достаются, как с большим трудом. Взыскав всего Духа, святые обрели его, и он-то есть истинный бисер многоценный, о котором упоминается во Святом Евангелии, Матфея 13, 45. Встреча о купце, искавшем добрых жемчужин, который нашедший один многоценный бисер пошел, продал все свое и купил его. Он же, разумеется, и в другой притче о сокровище, скрытом на поле, которое нашедший человек скрыл, от радости пошел, продал, что имел, и купил себе. Искушения ни на кого так не восстают, как на тех, которые получили Духа Святого. И Господь наш, когда по крещению сошел на него Дух Святой в виде голубя, изведен был Духом в пустыне. И искусился от дьявола, который испытал его всеми своими искушениями, но ни в чем не успел против него, как пишется о всем Евангелии от Луки. И когда окончил искушение, то дьявол отошел от него до времени. Господь же Иисус возвратился в Галилею в силе Духа. Так и всех приемлющих Духа, борющихся и побеждающих, Дух Святой укрепляет и подает им силу препобеждать всякое искушение. Серафим, которого видел пророк из Икеин 1-4, есть образ верных душ, который подвязается достигнуть совершенства. Имел он шесть крыльев, преисполненных очами. Имел также четыре лица, смотрящих на четыре стороны. Одно лицо, подобное лицу человека, другое лицо тельца, третье лицо льва, четвертое лицо орла. Первое лицо Серафима, которое лицо человеческое, означает верных, которое, живя в мире, исполняет заповеди, на них лежащие. Если же кто из них выйдет в монашество, то он подобным становится лицу тельца, потому что несет тяжелые труды в исполнении монашеских правил и совершает подвиги более телесные. Кто, совершившись в порядках общежития, исходит на уединение, вступает в борьбу с невидимыми делами, тот уподобляется лицу льва, царя диких зверей. Когда же победит он невидимых врагов, возобладает над страстями и подчинит их себе, тогда будет восторгнут горе Духом Святым и увидит божественное видение. Тут уподобится он лицу орла. Ум его будет тогда видеть все могущее случится с ним с шести сторон, подобясь тем шести крылам полным мочей. Так станет он вполне Серафимом духовным и наследует вечное блаженство. Шестьдесят тела и сердца никто не может быть совершен пред Богом. Почему сказано в Святом Евангелии «Блаженны, чисты сердцем, ибо они Бога узрят». Совершенство рождается в святых сердцах. Сердце находится добро естественное и зло неестественное. А зло рождается страсти душевные какие? Осуждение, ненависть, самомнение и другие подобные. Добро тоже сердце естественное рождает познание Бога страх Божий и святость или чистоту души ото всех страстей. Если человек решится исправиться и начнет избегать всякого зла, вооружившись против него подвигами, плачем, сокрушением, воздыханием, постом, бдением, бедностью и многими к Богу молитвами, то Господь по своей благодати поможет ему и от всех душевных страстей избавить его. Многие долгое время пребывая в монашестве и девстве не научились этой науке чистоты, потому что презрев наставления отцов своих последовали желаниям сердца своего. По какой причине взяли над ним вверх злые духи губители, поражая их скрытными стрелами ночи и день, не давая ему покоя ни в каком месте, так что сердца их заняты то гордостью, то тщеславием, то нечестивой завистью, то осуждением, то гневом и яростью, то сварами и другими немногими страстями, премногими. Таковых часть будет пятью юродивыми девами, за то, что неразумно проводят все время свое, не обуздывают языков своих, не хранят чистоты очей и телес своих от похоти и сердец своих от нечистот и других вещей. Платья достойны, потому что они нечисты, довольствием одной одеждой льняною, которая есть только образ девства, почему лишается и лея небесного для вожжения лампад своих. И жених некогда не отпорит им дверечия тога своего и скажет им, как сказал в критике девам и родиум, истинно, истинно, говорю вам, не знаю вас. Пишу это по желанию вам спасения, чтобы вы соделались свободными и верными и чистой невестой Христу, который есть жених всех душ. Как говорит апостол Павел, я обручил вас единому мужу, девой чистой, представив Христу 2 Коринфянам 11.2